Привет, друзья! Позвонил Дуриго Аксенов. Он приобрел себе какие-то новые приманки для спиннинга. Он попросил помочь определиться, что к чему и что куда. Так что сейчас отправляюсь ему на работу в магазин. Посмотрим, что я там напокупал. Собирался, иди сюда. Думай, они хотят делать, да. Интересно, что ты там напокупал. Даже камеру с собой взял, чтобы запечатлеть. Процесс. Неразборная, походу. Это нет. Я что-то не поглядил в магазине. На, кольца заводные. Так-то съедобная. Да. Ну, пробуй, сделай. Попробуй. Так-то ништячок, конечно. Я думал, ты говна купил. 18 рублей вроде штучка. На, не по штучкам покупать, а то они аромат вытеряют. В упаковке. Ну, что у тебя? Я думал, что телефон заваляется. Ну, что? Кольца отдельно эти, давай, на чебурочек продаются. Так, у тебя видишь, смотри, в чем проблема. Ну-ка, дай-ка мне это самое крючок. Видишь, в чем вся хрень? Кольца заводные, они тебе в это отверстие не привезут. То есть, они бывают с большим ухом, а тут с маленьким. То есть, заводное кольцо-то. Тут-то чебурашку-то засунешь, а здесь-то ни хрена. На, чебурашки разборные, смотреть. Должен быть у Коли Горбанова в магазине. Это Чеба покупал, вроде ходил бы. Что-то есть. Что ты думаешь, что-то воблеры есть по тебе? А, с собой-то нет. У меня вон есть. Отвешивай. Ключки-то не могут? Ключки, да, смотря на два диванка. Сейчас увидим, вот вечером маленько. Сейчас увидим, вот вечером маленько. Я покажу тебе кольцо-то. Я покажу тебе кольцо-то. Девочки, как и здорово уйти. Да как-то сейчас приходи из магазина. У нас не дышит. На все съедобные, можешь есть. Ну короче, смотри. Где? О, тут уже оснащенная. На, подбирать по размеру приманки ключики-то. По-дляди. Ну. Так, вот, киога. Вот это вот хреновина хорошая по нашей реке. И щука, и окунь берет. Вот эти, на окуня. Потом попробуешь. На, вместе как-то убраться. Сейчас. С лодки бы. Погода бы. Я бы денек постоял бы нормально. Вот такая, как сейчас. Не вот как сейчас, а то 15 минут назад дочь поливала. Надо вот на этой неделе доставать, мотор проверять и смотреть. Ну что у тебя? Эту катушку хочешь на спиннинг и оставлять? Да. Ну что, пойдет до сельской местности. Да. Да. Разтормежусь. Сейчас-то какой купил? За сколько примерно стоит? Тысяча. Что за фирма? Ой, а это что-то. Что ж, друзья, так вот бывает, что идеи для съемок каких-то видео появляются прямо на ходу. То есть, ничего не думал о снимать. Вот так вот Юрик позвонил и идея напрашивается сама по себе. Так, сходили до Юрика. До Ксенова. Начнем с того, что он позвонил мне. Говорит, я хочу попробовать ловить на джик. На микроджик, на джик. Что-то такое. На силиконовый приман. Так он съездил один в магазин. Купил себе три разных приманочки, разных размером. Купил себе три осветных крючка и три чебурашки. Я пришел. Ладно, приманки сами по себе ничего. Ключки вроде тоже нормальные. Но ошибок, ребята, куча. И на этих ошибках я постараюсь объяснить то, что он делал неправильно. Потому что начинающие рыбаки также могут посмотреть где-то видео. Ага, там люди ловят на такое-то, на такое-то. Я куплю себе что-то и буду ловить. Ошибок куча. Я просто объясню вот по Юриккиному примеру, что он конкретно сделал неправильно. Во-первых, если вы собрались что-то, положите на микроджик или на джик, берите с собой опытного рыбака в магазин и с ним идите в магазин. То есть он покажет, какие приманки более-менее рабочие по вашему водоему. Покажет, какие крючки подобрать и т.д. и т.п. Так. Вы видели, он взял три приманки и видно, что они разного размера. К этим приманкам он купил абсолютно никакой крючки. То есть, друзья, объясняю. Вот такие вот крючки такого размера, вот на такого размера приманки они не подойдут. То есть, под каждую приманку отдельно надо выбирать какие-то крючочки. Общительные. Допустим, к этой приманке приблизительно вот этот крючок подойдет. И то не факт, наверное, все надо побольше. То есть, уже независимо от приманки, подбирайте крючок, какой вам нужен. Вторая ошибка, грубейшая, как он допустил, он купил чебурашки неразборные. То есть, просто увидел чебурашки, ага, чебурашки, чебурашки. Купил. Как одевать, он стоит, думает, в чем мне дальше делать. Я говорю, надо осветные кольца покупать. Заводные. То есть, опять же, проблема number one при такой вот обстановке. То есть, даже если купить сейчас заводные кольца, ему ничего не сделать. Почему? Большинство крючков сейчас, современных, идут специально под разборные чебурашки. То есть, ушко крючка, вот что на больших крючках, что на маленьких крючках. Сама петелька не предназначена для того, чтобы под него заводить заводное кольцо, одевать. То есть, вы при всем желании ничего не сделаете. Какие вы маленькие заводные кольца не покупали, не оснастите их. То есть, сейчас в магазине полным-полно разборные чебурашки. То есть, это выглядит вот так. Вот чебурашка. С виду она такая же, как у Юрика, только она разбирается. Так. То есть, вот вся арматура достается оттуда, проволока. Одевается крючок, уже, я говорю, крючки уже подточены под то, что конкретно вам надо. То есть, они сейчас, крючки почти все делаются вот под разборные чебурашки. Дальше, простым движением руки вставляется обратно сам свинцовый шарик. Дальше все. На крючок одевайте приманку и погнали ловить рыбу. То есть, смотрите, даже если вы хотите не разборные чебурашки, вы хотите простые чебурашки использовать, смотрите, чтобы крючки в дальнейшем покупать с большим ушком. Понимаете, о чем я говорю. Надеюсь, поняли. То есть, не все вот так вот захотел, взял, купил и оснастил. Ошибка еще одна такая. Нежелательно покупать приманки, так сказать, на развес. То есть, то, что лежит на прилавке. Я даже спросил, какие фирмы. А я, говорит, не знаю. Там лежали на прилавке просто они так. Даже непонятно. Вот просто вид есть. Вот приманка. Съедобная она, несъедобная. Вот в таких вот магазинах, как у нас, допустим, простецких, так сказать. Еще, то есть, не развитые. Вот микроджиговая рыбалка, джиговая рыбалка. Они не пачки кладут на прилавок. А вот достану одну приманку, вот положили. Вот стоит, допустим, 18 рублей приманка. Надо знать, что там конкретно. Потому что это может быть китайская фигня какая-то. Может быть, реально какая-то вот рабочая резина какой-то знаменитой фирмы. Ну, хотя бы спрашивайте, что там за приманки. И еще раз повторюсь. Покупайте лучше пачки. Лучше купить не три разных приманки. Каких-то разных фильм непонятных. А одну пачку купили. Вот у кого-то спросили, какие приманки работают. Вот такие скажут. Вот такой-то цвет. Вот такая приманка. Купите пачку. Одну пачку. Пусть она маленько подороже выйдет. Но она будет в своем пакетике лежать. Она будет сохранять свой аромат. Они не будут путаться цвета. То есть они могут краситься. Если всю воду кучу кидануть в один пакетик. Они могут окрашивать друг друга. Ну и со временем они просто теряют свои вот качества. Такие, которые заявлял производитель. И вы потом не будете плеваться на этого производителя. То, что вот вам подгнали фигню. Приназначены приманки. Если продаваться пачками. То лучше их покупать пачками. И держать их в пачках. В родных. Ну думаю, что-то вот из этого. Не зря сходил. Не зря посмотрел. Юрику все потом объясню со временем. Сам поймет. Ну и начинающие рыболовы. Вот возьмите пример. Не хватайте все, что блестит как воронок. То есть не все приманки одинаково красивы. Если блестит не значит, что она рыбе понравится. Все-таки даже в моем видео не всем поможет. Возьмите рыболова, который умеет ловить какими-то приманками. Допустим, блеснами. Если вы хотите ловить на блесны, обратитесь к человеку, который ловит на блесны хорошо. А если хотите ловить на джика, обратитесь к человеку, который хорошо ловит на джика, разбирается. Вам подскажет все. Сходит с вами магазин. Если хороший товарищ у вас. То есть Велик позвал бы меня, я бы съездил бы с ним. Показал бы, что надо покупать, что не надо покупать. Но хватать все подряд. Первопопавшаяся это далеко неправильно. Ну и думаю это видео вот небольшим уроком. Всем пока. На скорой встрече с вами был Велик Екатерин. И вот такое вот нежданное видео. Негаданное. Всем пока.